МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Одни дровам в доме МОД произошел пожар. Готовимся к лету. На московской набережной идет реконструкция. Баталии на льду. Команда правительства Республики провела товарищеский матч по хоккею. Новость, которую обсуждают сегодня все чебоксары. 26 апреля в 19.37 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в торговом центре Дом МОД по улице композиторов Воробьевых. Оказалось, что пожар вспыхнул в кафе Дровишки на первом этаже здания. По данным МЧС, пожар начался с системы вентиляции пиццерии. Она не прочищалась, как того требуют правила. По предварительной версии, к возгоранию могла привести и неисправность дымовой трубы. Торговый центр Дом МОД проверялся о местах прокуратуры. Сотрудниками государства пожарнадзора было выявлено около 40 нарушений. Выдано приписание со срока исполнения до одного года, в зависимости от тяжести пунктов. По решению прокуратуры Ленинского района города Чебоксары, цокольный этаж, где расположена часть помещения этого предприятия, где произошел пожар вчера, были поданы документы в суд на представительную деятельность. 300 человек из здания Дома МОД были эвакуированы, никто не пострадал. Источник огня ликвидировали сами сотрудники. Та беда, которая случилась с Кемерово, и случается периодически на территории Российской Федерации, не дала урок некоторым руководителям, некоторым владельцам вот таких заведений. Хотя перед этим была проверка, были им выданы предписания, были высказаны замечания, но, тем не менее, пришла беда, и слава богу, все это обошлось без жертв и с малыми последствиями. Сейчас расследование по этому делу продолжается. Заодно проверят, выполнило ли руководство торгового центра предписания, выданные после проверки прокуратуры и МЧС. Виновные понесут наказание. А спасатели еще раз напоминают, что меры пожарной безопасности должны соблюдаться во всех случаях, без исключений. От этого зависит жизнь людей. Еще один пожар в столице Чувашии. Сегодня экстренно эвакуировали воспитанников столичного детского сада номер 127. Примерно в 16.00 в образовательном учреждении произошло задымление. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Произошло короткое замыкание электропроводки в детском садике номер 127 по тростроительной 19. По приезду пожарных подразделений установлено, что возгорания не было, горения проводов, дверей, изделий киты тоже не было. Лишь было короткое замыкание проводки на расстоянии 10 сантиметров протяженности. Было небольшое задымление потолочного элемента. Воспитатели поступили правильно, вызвали пожарную охрану, начали эвакуацию детишек и родителей. Количество 72 человек провели эвакуацию и посчитали людей на выходе на улицу. В настоящее время электричество подано в садик. Каких-то препятствий для запрета эксплуатации детского садика не имеется. К другим новостям. Как продлить мужское долголетие? Этот вопрос представители медицинского сообщества обсудили за круглым столом. Специалисты разрабатывают действенный рецепт. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Медики приводят тревожные цифры. В большинстве регионов страны разница между средней продолжительностью жизни женщин и мужчин достигла 12 лет. У представителей сильного пола стали чаще выявлять урологические болезни. Такое, как мочекаменная болезнь, заболевание пристательной железы. Необходимо внедрение качественного нового подхода медицинской помощи мужскому населению. И здесь, конечно, ключевым являются профилактические и лечебные мероприятия, направленные на сохранение активного социального долголетия. От репродуктивных болезней сейчас страдает каждый четвертый мужчина старше 40 лет. Специализированную помощь готовы оказать врачи Центра здоровья Городской клинической больницы. По Центру мужского здоровья все-таки основные задачи, которые стояли и сейчас реализуются, это профилактика, ранняя диагностика, лечение и реабилитация мужчин всех возрастов. Значит, в Центре мужского здоровья проводится диагностика, лечение основных заболеваний мочеполовой системы. Это хронического простатита, аденомопростата, эректильные дисфункции мужского бесплодия. Проблема в том, что большинство мужчин относятся пренебрежительно к плановой диспансеризации. А ведь шансы вылечить запущенные болезни сводятся к нулю. Профилактика, отмечают в Минздраве, сейчас выходит на первый план. Мы должны воспитать ответственное отношение каждого человека к своему здоровью. Ну и, конечно, мы сегодня должны воспитать здоровое поколение и медицины на перспективу даже профилактической и медицины в сопровождении здорового поколения. Лучшие практики, которые востребованы среди юношей, среди мужчин, мы должны и в открытом режиме общаться с ними, и в закрытом режиме общаться для того, чтобы переломить эту ситуацию. Здоровье зависит от них, от каждой из них. Начиная с ребенка, с юношей, соответственно, и касаясь уже взрослого мужчины. Большого эффекта ожидают и от проекта по охране репродуктивного здоровья. Эту программу разработали специалисты Минздрава совместно с экспертами научного института имени Лопаткина. Что мы предлагаем сделать? Это провести несложное анкетирование мужчин в возрасте от 40-45 лет и старше. После заполнения анкеты мужчины делятся на три группы. Вот такой светофор, который красный, это наиболее подверженный воздействию, их надо, конечно, срочно отправлять в следующем звену, в первую очередь к урологам. Очень важная нагрузка и важная роль это именно профилактического звена, вернее первичного звена, это врачей общей практики или врачей участковых терапевтов. Потом мы достигаем пика и потихонечку начинает, в общем-то, это все снижаться и уменьшается в том числе финансовая нагрузка. В Чувашии большое внимание уделяют и своевременной диагностике. В числе последних приобретений республиканского противотуберкулезного диспансера передвижной флюорограф. Автомобиль с новейшей аппаратурой сможет добраться до самых отдаленных сел и обследовать за один рабочий день более 100 человек. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Московская набережная активно готовится к предстоящему сезону. Какие ведутся работы узнала наша съемочная группа. Вот таких луж после дождя на асфальте быть не должно. Исправлять ошибки подрядчик начнет в ближайшее время, а верхний слой асфальта снимут и положат новый. На пробетах волна отбойников после покраски появились микротрещины. Их уже устранили. Это просто декоративное ограждение на сегодняшний день. И оно имеет свойство при погодных условиях, скажем так, естественную деформацию небольшую. И появление, естественно, в местах покраски микротрещин. Ну, это нормальное явление, ничего в этом такого нет. Посмотрим, как будет себя вести в течение летнего сезона. Может, просто сделаем так же расшивку, чтобы была деформация. И все, и будет просто покраска без штукатуривания. Уже несколько месяцев на набережной идут инженерные работы. Сейчас подрядчик устанавливает ливневую канализацию, делает основание под дорожное полотно. Эти работы предусмотрены вторым и третьим этапом реконструкции. Непосредственно ведется наблюдение ежегодно. Соблюдается гарантия по выполненным работам, которые, естественно, выполняются в срок, поставленный заказчиком. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Вчера вечером в районе Центрального рынка произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. 39-летний водитель Ниссана не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с маршруткой 60К. В больницу доставили 13 человек, обоих водителей и 11 пассажиров микроавтобуса. 10 человек после медицинской помощи отпустили домой, двух госпитализировали. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии. По данным МВД, ранее правил дорожного движения он не нарушал. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Совсем скоро Россия и весь мир будут отмечать великий праздник День Победы. Прошло уже 73 года. Дети войны уже сами вырастили детей и внуков, нянчат правнуков. Но сколько бы времени ни прошло, они будут вспоминать свое трудное военное детство. Как героиня нашего сюжета Вера Павловна Ищенко. Активный, неравнодушный и не сидящий на одном месте бабе Вере. А именно так она просит себя называть и не дашь 80 лет. Всю свою жизнь она привыкла работать, как, впрочем, и все дети войны. Ей было лишь 7 лет, когда началась Великая Отечественная. В далеком 41-м ее семью, маму, бабушку и брата эвакуировали из Москвы в Чувашию, в поселок Вурнары. Какой народ у нас был городский? Той маникюр надо, той подикюр надо. Да, тут какой-то подикюр, маникюр. Тут надо лопату в руки, чтобы не сдохнуть. Семья Матвеевых сначала поселилась в местном клубе. Было трудно, но местные жители как могли опекали эвакуированных. Дорогой мой чувашский народ, вы нас в то время не бросили, кто картошку везет с деревень в мундирах, картошка вареная. И по-чувашски там шимах называли, вот такое с теста, значит, вот такие кругляшки. Эта еда была в то время такая сладкая. Вот сейчас на детей я смотрю, и мне кажется, что картошка того времени была слаще, чем они вот жвачку жуют. Чуть позже они подселились к двум сироткам, оставшимся из-за войны без родителей. Мать с бабусей вот такой мешок, длинную перину какую-то сшили, набили туда сено, соломали, чего ли. И вот мы четыре несовершеннолетних на этом матрасе спали, уже как родные. Они по-русски не знают, мы по-чувашски не знаем. Ля-ля, маля, туда-сюда, но жрать хочется, значит, уже тут ничего не скажешь. Есть хотелось всем, но не хватало продуктов. Самое лучшее отдавали в фонд помощи Красной Армии. У семьи Матвеевых оказалось ружье, но не было патронов. Их Вера со старшим братом изготавливали сами. Брали олово, топили его на сковородке и скатывали в маленькие шарики. Так они охотились на грачей и диких голубей. Рано утром летят с леса и садятся соль клевать. А мы, значит, их там кучу этой стреляем, принесем, бывало, с этим, с братом этих голубей. И бабуся, мамина мать, значит, их общипает, варит. И вот это помню. В котле, значит, вот этих голубей ели. Ну, выжили. Сейчас на вопрос, чего вам больше не хватало, отвечает, не задумываясь, солнцем. Хотелось, чтобы солнышко светило, блистало солнышко. А солнышко-то мы не видели в работе полностью. Не до солнца, не до месяца, не до звезд. Не было времени. И солнце, и звезды зажглись в тот момент, когда объявили об окончании войны. Этот день баба Вера помнит, как сейчас. Я не помню, чтобы кто-то радовался. Все плакали почему-то. Потому что выходит, тот без руки, тот без ноги, тот еще. И все плачут. Вот это запомнилось. После войны Вера Павловна почти 30 лет проработала в органах по борьбе с экономическими преступлениями. Много занималась общественной работой. Была и в составе школьного родительского комитета. Она и сейчас продолжает помогать другим. И считает, что самое главное – жить дружно, разделяя на всех и трудности, и успехи. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии написали библиотечный диктант на тему Иван Яковлевич Яковлев, патриарх чувашской культуры. Акцию организовали и провели сотрудники национальной библиотеки. А посвятили ее 170-летию со дня рождения выдающегося чувашского просветителя, организатора народных школ, создателя чувашского алфавита Ивана Яковлева. Своеобразный диктант Викторину на тему Иван Яковлев, патриарх чувашской культуры, одновременно написали во всех районах республики, почти на 200 площадках. Кроме того, все желающие смогли написать диктант в режиме онлайн. Трансляция велась на сайте национальной библиотеки. У нас уже опыт есть таких проведений библиотечных диктантов. Библиотека участвовала и в написании диктантов по государственным символам в свое время. Бичурин, ну то есть юбилейные даты, скажем так, республиканские. Ну вот мы стараемся как-то участвовать тоже. По правилам диктанта участникам необходимо было ответить на 20 вопросов, вопросов, посвященных жизни, деятельности, творчеству Ивана Яковлевича Яковлева и набрать максимальное количество баллов. Это, ну, примерно, ну, наверное, около тысячи участников в написании диктанта все-таки приняли участие. Выражаем большую благодарность всем участникам, всем площадкам, потому что все районы приняли очень активное участие. Еще Гиппократ утверждал, что больные поправляются быстрее, если ездят верхом. Прогулка на лошади в США и Европе, а с недавних пор и в России, признана официальным видом лечения. Он называется ипотерапия. Этим оригинальным методом удается лечить многие заболевания, ему посвящены и фестивали. Один из них прошел в Новочебоксарске. Звуки, скрипки, конкурсы, фокусы и, конечно же, лошадки. Так стартовал фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья весенняя подкова. Вот уже второй раз в город Спутник съезжаются ребята из регионов Поволжья. На этот раз фестиваль собрал более 80 участников. Юные наездники делали вольт, проходили змейку и преодолевали кавалетти. Для них была специальная тропа. Она создавалась с учетом всех особенностей развития участников. Такая верховая езда полезна для здоровья этих ребят, в один голос утверждают специалисты. Позитивный настрой – одно из основных условий успешного лечения, а природный массаж – одно из средств реабилитации. Ну и, конечно, по итогам фестиваля лучших из лучших наградили медалями, дипломами и кубками. Команда правительства бросила вызов лидерам фестиваля ночной хоккейной лиги. Ледовые дружины провели товарищескую встречу. Подробности в следующем материале. Это один из самых напряженных моментов матча. От гола команду правительства спасла только реакция защитников. На льду скрестили клюшки, достойные друг друга соперники. Голевых моментов и красивых пасов на этом матче было немало. Вот так члены правительства региона на своем примере популяризируют массовый спорт. В республике количество поклонников хоккея увеличивается. То, что мы играем и то, что проект 20 век, там же практически возраст не ограничен. Это очень такое хорошее движение. Это популяризация вообще здорового образа жизни, здорового дела, здоровый дух. Вот это самое главное ключевое такое слово. Победителем товарищеского матча стала команда «Энергия 20 век». Счет игры 7-5. Недавно ледовая дружина «Энергия 20 век» стала и победителем отборочного этапа фестиваля среди команд любителей. Хоккеисты отправятся в Сочи. 4 мая там стартует финальный этап. Дмитрий Ковалев, Республика. Это все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова